приветствую всех металлистов на моем канале сегодня у нас на обзоре итоги марта задержки с итоговыми выпусками бывает не только из-за нехватки времени но и по той причине что все-таки необходимо хорошенько переварить все что появилось за месяц и дать максимально взвешенно свою субъективную оценку а не гнаться за тем чтобы выложить ролик как можно быстрее на самом деле бывают случаи когда сходу не понравившийся альбом потом вдруг доходит и ты меняешь о нем мнение так что с такими вещами я стараюсь не торопиться дабы потом не жалеть о том что выложил слишком рано ну что ж не буду долго занимать время на вступление как и в любом месяце и всегда есть что обсудить поехали и от ум датская правда из металл группа с дебютным альбомом довольно запоминающаяся работа из того что я послушал за месяц отличные чистые подпевки в него включены так что кто не брезгует таким элементом без металле думаю оценят прописано и исполнено эмоционально и со вкусом у вокалиста необычный тембр это большой плюс будет узнаваться в альбоме есть также три композиции свыше десяти минут продолжительностью мне интересно было как дебютанты осиля такие масштабы не сделают ли их скучными скажем так быть может не все удалось чтобы претендовать на какой-то восторг но работа старательная я считаю это очень хороший дебют который заслуживает внимание и мне интересно будет понаблюдать за данной группой в дальнейшем его на сенс что со своей стороны могу сказать об этой группе ну да я помню то время когда отовсюду звучали главы надо my immortal помню тот 2003 год группа буквально ворвалась в мейнстриме во все топы один альбом и такой успех не всем удается сходу стать суперзвездами но у такого успеха есть и обратная сторона то что далось без особого труда сейчас кто-то может сказать ну как же без труда они все-таки сочиняли музыку все верно но ведь успех сделали буквально три песни на которые сняли великолепные очень дорогие клипы и конечно же активно раскручивали эти композиции видя в них потенциальные хиты это очень грамотный а на западе с прибыльной музыкой иначе и не бывает грамотный подход со стороны промоушена работы лейбла и так далее так вот когда ты в один прыжок встаешь суперзвездой намного тяжелее потом удержать этот статус нежели тем группам которых закалил тернистый путь к успеху в мейнстриме я из таких могу сходу назвать например linkin park который тоже ворвались музыкальный мир со своей ни на кого не похожей музыкой и затем держали этот уровень на протяжении многих альбомов записывая новые и новые хиты evanescence оказались не такими уж трудягами кроме того с эмили нельзя было договориться почему пути с беном муди разошлись очень быстро и автор в группе по сути остался один в своем давнем обзоре на данную группу я говорил что несмотря на это эми умудрилась сделать второй альбом the open door лучше чем дебютный он был значительно готичнее и хитов в нем хватало и в тот момент мне подумалось а может быть она и не зря разогнала половину музыкантов однако как показало время это было чем-то вроде одноразового озарения потому что следующий альбом который писался пять лет вышел самым худшим а затем эми похоже разлинилась окончательно ограничившись выездом на старых хитах интерес группе заметно упал даже со стороны бывших фанатов они нашли жизненное вдохновение в музыке других коллективов которые записали по несколько альбомов пока evanescence писали свой четвертый диск кстати история чем-то похожая на рамштайн у тех тоже ушло 10 лет на то чтобы записать новую работу но они хотя бы не провалились а что же получилось по его нас и спустя 10 лет а получилось сто процентов самокопирования новый материал звучит максимально старо словно ты уже слышал этот альбом многократно хитовых мелодий нет вовсе да и вообще представьте себе дискографию четыре альбома почти за 20 лет и два из этих альбомов можно сразу выбросить в мусорку сдается мне время evanescence безвозвратно ушло да и группа не является уникальной чтобы ждать нового альбома еще лет пять я думаю в лучшем случае мирианос рест финская doom metal группа получила высокие оценки неплохая надо признать работа на фоне всего doom металла вышедшего за три месяца текущего года если конечно не брать во внимание отличный альбом мунспелл но это уже не совсем doom да и стилистически группы совершенно разные мирианос рест это doom чисто финского разлива напоминает их соотечественников репча но у тех альбомы были поярче в целом хороший материал но все же композиции которые прям запоминались бы наверное назвать не смогу слушая альбом в какой-то момент понимаешь что не хватает хотя бы парочки более выразительных композиций для того чтобы закрепить впечатление поэтому по-настоящему сильного doom metal альбома я пока еще жду шведы за кроун обложка альбома больше выглядит хэви металличной нежели дезова неоднозначное впечатление от данного релиза начали они его как некий стёб что-то с намеком на грайн-кор я имею ввиду стартовую тему продолжительностью чуть более минуты затем по продолжение в бластбитовом ключе и так живенько мощно композиция let the hammer in begin мне очень даже зашла по-моему лучшая в альбоме вообще композиции здесь разнотемповый и очень разношерстный и в данном случае это как ни странно не в плюс можно было бы подумать наоборот это ведь разнообразие есть яркие примеры мелодик дезметала как в духе раннего in flames например если взять композицию with drift in временами напоминает at the gates но конечно же слабее кстати от the gates скоро выходит новый альбом так вот почему данная разношерстность идет не в плюс наверное потому что половина композиции альбома выглядит как лишь бы что записать словно группа постаралась на 5 треков остальное заполнила отходами или черновыми наработками просто контраст на самом деле слишком разителен это даже не середняки а именно откровенный хлам металлолом конечно такой диск не станет моим фаворитом в этом месяце хотя избранно подчеркну в нем есть что послушать или вырвать две-три темы себе сборник nightfall греческая группа с богатой историей тянущийся еще с начала 90-х сейчас они играют такую гремучую смесь хэви мелодик дэс и трэш металла новый альбом получил много положительных отзывов мужики на самом деле играет мощно экстремально слушать их с одной стороны не скучно а с другой ничего не запоминается все композиции очень средние у каждого конечно же свои критерии оценки но для меня если альбом не запомнился ничем это главный показатель уровня самого материала это значит что он очень скоро будет вытеснен чем-то другим и в итоге я к нему уже никогда не вернусь то есть это альбом чисто сиюминутного впечатления store train швейцарская группа играющая техно дэс металл с элементами прогрессива и мелодик дэс металла этот альбом тоже получил высокие оценки я внимательно его послушал послушал несколько раз но не оценил долбежка бласт биты не имеющие мелодики соло партии все это есть а вот музыки которая запомнится нет хотя здесь много длинных композиций казалось бы есть что в них сказать развить какую-то тему но не получается технично качественно отличный гроул но меня такое не берет при каждом прослушивании я уставал от содержания диска такого плана альбомов в этом году уже наверное десятка три переслушал и большую часть даже не вспомню названий вероятно поэтому группа и не получила более широкой известности несмотря на то что за плечами уже около пяти альбомов хардхиллер это дебютная работа гитариста магнуса карлсона который играл в разных группах проектах самый известный из которых primal fear дебют и сразу такой размах метал опера несколько приглашенных вокалисток айлин это бывшая вокалистка сирении эдриан коуэн из 7th pyre ноора лохима из battle beast анет ойзен и еще несколько менее известных в одном российском пресс-релизе его сравнили с работами ханса зиммера одного из лучших композиторов пишущих музыку для кино не мне конечно это судить но мажорность материала данного альбома и рядом не стояла с произведениями ханса зиммера ну да ладно это все частные мнения конечно же данная работа это не ариен лукасон это даже не тобер замет с авантазией но в то же время магнус карлсон сделал на самом деле не худшую метал оперу минус его в том что здесь только женские голоса возможно содержание этой оперы не подразумевает персонажей мужского пола но думаю что их присутствие сделала бы материал несколько разнообразнее кроме того еще один заметный минус большинство вокалист тогда не то что большинство фактически все здесь плюс минус похожими тембрами отчего общее звучание несколько эстрадное неплохо бы что-то с более ярким контрастом по отношению друг другу например как вокалистка ocean of slumber то есть с каким-то более низким тембром в общем все неплохо но конечно же это не высшая лига хотелось бы и мелодии покрасивее но для дебюта вполне себе the monar это дебютный альбом дэва кинкейда бывшего барабанщика soul fly и борт нагар по признанию самого музыканта идею записать собственную музыку он вынашивал уже наверное лет 20 но ввиду занятости в других группах на это просто не было времени также несколько лет назад если я не ошибаюсь он завязал с музыкой и занимался совершенно иного рода деятельностью которая в общем-то не приносила ему никакого удовольствия в итоге он вернулся в ту стихию работать в которой у него получается лучше всего и вернулся он не зря собственный альбом все-таки увидел свет и он оказался на самом деле интересен он довольно разнопланов здесь и metal core и грув металл и легкий гранж и мелодичные инструментальные темы композиции длинные с хорошим содержанием лично я с удовольствием слушал и переслушиваю этот альбом действительно достойная вещь визор фолл это американская хэви метал проб металл группа и ее новый альбом а именно уже третий по счету если первые два вышли в семнадцатом и восемнадцатом годах то над новым релизом они потрудились три года и это дало свои результаты мне кажется самые удачные по степени запоминаемости композиции данная группа пример того как нужно развиваться и самое главное пример того что далеко не все еще сыграно здесь множество тем с отличными припевами отличной мелодикой композиции the last car as i lie awake another face я могу переслушивать по нескольку раз к ряду также отлично звучит the other side of fear очень напористая тема в которой также присутствует grow мне нравится такой олдскульный вариант этой музыки часто напоминающий ice it was времен тима оэнса а фрагментами never more как композиция another face я бы сказал что это как раз некий сплав вот этих двух легендарных групп кстати не удивительно что продюсером данного альбома является джон шаффер из ice it was что еще хочу сказать о новом релизе великолепная вокальная работа джосефа майкла именно мужская во всех смыслах если кто-то не любит фальцетных тембров и прочих высоких тональностей на самом деле замечательный альбом я вижу что группа вышла на совершенно новый качественный уровень и в легкой категории для меня это однозначно фаворит месяца ничего и близко сравнимого я не слышал настоятельная рекомендация всем кто слушает преимущественно хэви ну а теперь мой альбом месяца очень продуктивно работают мужики с меморием это начиная семнадцатого года уже внимание четвертый альбом и должен вам сказать что такая скорость никоим образом на качестве не сказывается некоторые по пять лет пишут и результат в разы хуже того что я слышу этой новой старой группы такое ощущение что часть музыкантов болтровер а я напомню что состав меморием входят бывшие участники болтровер и benediction почему я их собственно и назвал старой новой группой в общем кажется словно они наверстывают то что не записали в молодые годы но действительно темпы как у молодых которые работают над новыми песнями ударными скоростями чтобы слушатель не успел про них забыть и хорошенько закрепиться в памяти в общем стали они для меня неким явлением оскульный death metal который звучит максимально привлекательно узнаете есть разнузданный есть откровенно тупой death metal есть мега брутальный а этот может быть прозвучит максимально идиотично интеллигентный что ли возможно потому что англичане хрен его знает ну какого-то другого определения чтобы вот в одно слово вместить свои впечатления я к сожалению не нашел должен сказать что мне весьма понравился еще прошлый альбом на него также есть обзор и по всей видимости я приобрету себе to the end тоже быть может меморием чуток отстаёт от последнего альбома as fix почему сравниваю с ними потому что стилистически они все-таки родственники но остаются всем ненамного и это лучший death metal альбом месяца а вместе со с fix пока что два лучших death metal альбома текущего года меморием действительно молодцы пускай там попадаются немножечко середнячков но это такие середняки которые тоже пропускать особого желания нет поэтому когда я ставлю данный альбом то он обычно играет от начала до конца только есть один вопрос по поводу композиции mass psychosis получили ли они согласия на нее от рамштайн потому что начало фактически копия от links driver film или как он там правильно звучит в общем links 234 короче говоря старички дают фору молодым на сим прощаюсь с вами спасибо за просмотр и до следующих обзоров